Всем Дед Мороз принес под елочку какой-то подарок и я хочу попросить у вас, кому не сложно, нормальные пацаны, красивые девчата, поставьте лайк этому видеоролику и моя мечта, чтобы на новый год этот видеоролик набрал 10 тысяч лайков, также первых три часа лайкаю абсолютно все комментарии, которые вы напишете. Я знаю, что для вас не сложно просто спуститься в них и нажать на палец вверх, а мне будет безумно приятно. И вот такой вот новогодний подарок получу от вас я. Все приятного просмотра, поехали! Погнали! Где здесь круглосуточные ЗАГСы? Ты сама заставляешь... Я тебе чай делала! Ай, что ты делаешь? За что? Так-так-так-так-так-так, скажи еще раз, что у тебя? Настроение у меня странное. Почему? Ну просто настроение у меня странное. Как вы все знаете, я ненавижу гулять зимой, потому что холодно, но сейчас 10 градусов, как ни странно. Мы с Таней поспорили, что 15 дней никто не должен обижаться и ссориться. Тот, кто первый это сделает, тот должен будет исполнить 4 желания. Теперь она максимально старается на меня не обижаться, но мы сейчас идем... Ах ты, с***я. Что, что такое? Почему каждый раз, когда я снимаю, какая-то хрень едет? Так вот, Таня не хочет мне проигрывать, и сейчас она говорит, что у нее слегка конченое настроение. Я тебя никогда ни о чем не просил, я хочу тебя попросить об одном. Поругайся со мной, либо обидеться на меня сейчас. Я это зафиксирую на камеру. Я не хочу. Почему? Я не хочу. Давай, ругайся, я тебе трепаю волосы. Я не хочу. Ругайся на меня. Я не хочу. Ты на меня не злая? Нет. Я тебя очень сильно люблю. Так надо же проиграть, если ты меня любишь. Если ты меня любишь, то ты проигаешь. А вон там девочки стоят. Сейчас к ним подойду, и ты со мной поругаешься. Правильно? А вон уже к ним кто-то другой подошел. Опередили. Что у тебя с настроением? У тебя настроение, чтобы поругаться? Нет. А какое? Такое, чтобы ты терпел его. Как же мне тебя раздраконить? Никак. Пойдем гулять. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как можно раздраконить Таню, чтобы она со мной поругалась и исполнила мои четыре любых желания. Я же и такое загадаю, что уму даже непостижимо. Я учту пожелания твоих подписчиков, когда буду загадывать свои желания. Ты снимаешь это? Снимала? Так это же беспалевная съемка. Вдруг ты сейчас сорвешься, у меня ни фиксации, ничего. Я буду читать комментарии и загадывать интервью тяжело. Мне показалось, что это свадебное платье. Я уже хотел сказать, Таня хочет присмотреть. Со свадебным платьем? Шутки? Так, а с чего ты взяла, что это была шутка? Нет, ты знаешь? Нет, я не боюсь. Вот такой же. Ну, свадьба так свадьба, хоть завтра. В смысле свадьба хоть завтра? Ты хочешь расписаться? Пошли в ЗАГС. Не пошли, а пойдем. Пойдем. Ну, пойдем в ЗАГС. Так давай прямо сейчас распишемся. С тобой паспортами. И что дальше? Ручка. Там еще надо подать заявление. Так какое подать заявление? Все решится. Идем расписываться? Идем расписываться. Погнали. Где здесь круглосуточные ЗАГСы? Что такое? Круглосуточные ЗАГСы? А ты думаешь, я что, в шутку тебе это говорю? Круглосуточные ЗАГСы. Закрыто, закрыто, закрыто. Закрыто, закрыто. Все закрыто. А во сколько они вообще, до скольки они? До шести вечера. Ну, не судьба нам, видимо. Такое ощущение, как будто каждый день такое делаем. Ну, ладно, не получилось. В следующий раз получится. С кем-то другим. Наконец-то это свершилось. Я взял в руки камеру. Но до этого я переделал очень-очень много дел. Сейчас на улице паскудная погода. Капает дождь. Сейчас мою камеру намочить. Ничего вам снимать не смогу. Я пару дней питался в Макдональдсе. И у меня появились на лице не очень приятные бонусы. Сегодня у меня назначена важная съемка в моей жизни. Таких съемок у меня еще ни разу не было. И нужно как-то подготовиться. Сейчас я еду в DreamTown, чтобы привести в порядок свое лицо и быть довольным. Нашел я своего спасителя, который поможет мне в моей нелегкой ситуации. Потому что Макдональдс никогда ни к чему хорошему ребята не приводит. И с таким лицом. Спасибо тебе огромное. Вчера у оператора сгорела камера. Он мне в 12 часов ночи пишет о том, что съемки отменяются. Я весь в панике. Везде все уже заплатил. Начинаю всем остальным перезванивать. И он мне буквально через полчаса отписывает, что он нашел новую камеру. Я верю, что ничего плохого не случится. Я вчера пошел себе, купил такую белую рубашку. Спасибо моей любимой мамочке, которая вчера погладила эту рубашку. Она была мята. Без нее бы я не справился. Бантик непростой. Очень хороший. Вы потом его увидите. Ну и по мелочам. Нужно сейчас свои кроссовочки протереть. Ну что, встретился я с Истасом. У меня сейчас намечаются съемки. Мне нужно там петь. И как думаете, куда мы пришли? На кальян. А почему не после съемок? Не могу, очень сильно хочется. Да я могу просто и сейчас, и потом покурить. Ну какая разница? Собрали мы все реквизиты. У нас есть буквально 30 минут. И эти 30 минут Стас будет курить кальянчик. А что у тебя в истории? Порнуха там, да? Да, лучше не заходи туда. Ну что ж, пришли мы на место дизлокации. Здесь вот столько вот цвета. Такая кирпичная студия. Честно, я ее нашел у первой посылки. Вот пацаны, которые будут меня снимать. Здорово. Привет. Ребята все шарят. Что, пизда получится? Будет очень бомбезно. Просто будет самый лучший ролик. Микрофончик. Элитненький. Ну да, ретро. Вот тут у нас такая обстановочка. Андрей готовится к съемочкам. Пацаны тоже выставляют экспозицию. Оп, аккуратно. Так, ну тут я думаю, где-то будет стоять стульчик. Тут будет стоять стоечка с микрофончиком. Нужно будет, наверное, переместить эту полку где-то сюда, чтобы можно было тоже там за ней проходочку сделать. Что, будет секс, разврат, орги и голые си**ки? Ну да. В общем, отсняли мы уже видосик. Такая локация, микрофончик был, много света. Я хочу есть, пить, спать. Снимали где-то два часа. Это очень сложно. У меня голос, да, пропадает, чувак? Да. Я настолько здесь кричал, пытался передать какие-то эмоции. Это было круто, у тебя хорошо получилось. Как всегда, поддерживал, говорил мне, где улыбаться, где не улыбаться. Эгэгэй, ну что вы, ждали меня головы, родные? В общем, я максимально сейчас приготовился к Новому году. По традиции, я обычно встречаюсь с родителями, а потом устраиваю жаришку в клуб. Я выспался в своей тепленькой постельке. Родителям сделал вот такой вот небольшущий подарок. То, о чем они мечтали. Все позже расскажу. Я уже нарядился. Праздничное настроение только что буквально появилось. Наряд мамкиного негодник. И, конечно же, все негодные школьницы будут наказаны. У-у-у-у, жаришка, жаришка. Тарифы, конечно, новогодние, но так аж аж. Я каждый день просыпаюсь и улыбаюсь, потому что вы все меня спрашиваете, Андрей, откуда ты берешь дополнительный доход? Он сейчас нужен, и деньги никогда не бывают лишних. Это компания Стартапфонд. Как вы можете увидеть за все мое время сотрудничества, мои выплаты 169,5 тысяч рублей. Это всего лишь за пару месяцев. Вот все мои инвестиции, туристические, туристические. Если ты хочешь так же, можешь попробовать буквально от 100 рублей, но ссылку на Стартапфонд я оставлю в описании своего видеоролика. Переходи и начни зарабатывать вместе со мной. Фух, в общем, встретил я с родителями Новый год. Он уже салюты херачит вовсю. Хочу пожелать вам в этом году, 2020, чтобы вы всегда оставались счастливы, пока мы молоды. Все остальное наверстаем. Главное – здоровье и любви вашим близким людям, чтобы вас окружали те, с которыми вы будете кайфовать, и вам будет максимально комфортно. Убирайте весь негатив в сторону. Старайтесь делать так, чтобы в будущем вы не пожалели именно о своем выборе, как это сделал я. Мне безумно приятно, что есть у меня вы. И банальные ваши поздравления сейчас на Новый год. Для меня это очень приятно. Спасибо огромное, что вы у меня есть. Далее будет Жаришка. Старый Андрей, не буду говорить, что возвращается. Приступает к действию Новый Андрей. Вот я сейчас стою и понимаю, что впереди меня ждет целая-целая история, где будут и проигрыши, и потери, и победы. И все вот это объединяет вы и я. Вы не просто подписчики. Вы не просто аудитория. Я повторюсь это в сотый раз. И неважно, сколько на меня подписано. Хоть сто, хоть двести, хоть миллион человек. Вы моя огромная семья. Спасибо, что вы у меня есть. Мне безумно приятно, что меня окружают те люди, с которыми мне сейчас максимально комфортно. Новая ночь. Скоро нас накроет тонким, теплым пледом. Одна любовь. Думаю, кто не на чьей восходе. Собрались здесь, не зря. Время не упускай. Наговоримся. Мы только давай хорошим, а не плохим о том, что сейчас... Юстер, оказывается, узнал, что мне только 19 лет. Он думал мне, что 21. Что ты хочешь сказать? Мне грустно, очень грустно. Слушай, Андрюха делает настоящую жаришку. Типа, эй, 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 пошуми для него. Ты же толкаешься все окно, с теми, кто меня зовет. В этом мире никогда не останусь один. Пацаны, что вы ждете от движухи? Ну, я думаю, что вы... Делают что-то интересненькое. Девочек? Конечно. Ну, я не жду, девочек, я просто хочу потусить. А ты чего ждешь? Мы ждем того, чтобы просто тихонько оторваться. Фуражка слетела, рэп залетел. Транцем на минном поле, танцем на минном поле, пыль на метр. Мускар вёт танк пол, мускар вёт танк пол, плавит светом. Не нажимай на стоп, не нажимай на стоп. Эдгар. Транцем на минном поле, танцем на минном поле, в это небо. Скачем и бить толпой, скачем и бить толпой. Пыль на метр. Всем привет! Не обращайте внимания, что у меня на голове. Короче говоря, я после Нового года окончательно заболел. Какой режим у меня? Постельный. Вот, мне назначил мой личный доктор постельный режим. На самом деле болеть плохо. Я просыпаюсь и не улыбаюсь. Ну, вы, наверное, все понимаете это ощущение, когда ты только проснулся, и у тебя всё першит, всё болит. Но сейчас не об этом. Всё нормально. Таня просто решила кушать, приготовить. Не обращайте внимания, всё отлично. Ты почему носки не одела? Сейчас надену. Ты сама заставляешь... Я тебе чай делала! Чай делала! Спасибо! Горячий, невеликий. Хорошо! Не как чай выглядит, такой сероватый. Может, это что-то и плохое. Таня меня заставляет, чтобы я надевал штаны. Я как бы дома у себя лежу, и мне вполне нормально в трусах. 415 база, ответьте. Run! Не надо подходить, пожалуйста, уйди. Да сосед сверлит, он меня подговорил. Я сейчас твою камеру разобью этими штанами. Что? Камерку мою разобьёшь? Ты в раковину мог попасть. На плиту мог попасть. Ты так испугалась. Ай, что ты делаешь? За то, что плохо себя ведёшь. О, я тебе сейчас тоже сделаю что-то, за то, что ты плохо себя ведёшь. Ай, хватит. Что хватит? Да хватит. Надевай штаны. Как эти соседи меня надоели, ребята. Третье число, а они решили сделать ремонт. Тань. Да? Посмотри, что у меня есть. Не кидай меня штанами. Нет, а тебе кое-что смешно. Ух, нихуя себе. Редко болею, вы все знаете. Но если редко, то очень даже и метко. Что это за грибочки? Что я не понял. Может, ты меня хочешь отравить? Кто тебя знает? Конечно, я же тебе серый чай сделаю. Между прочим, я тоже постарался вчера себе приготовить покушать. Всем на Новый год Дед Мороз сделал подарок. И я утром просыпаюсь. Подхожу к своей вытяжке. Я ее вообще не трогал. Я дома у себя не отмечал. И что у меня происходит? С Новым годом, Андрей! Скорее всего, Дед Мороз решил полезть через вытяжку. Он лез, лез, лез. И как споткнулся... По вытяжке видно, что он не улыбнулся, психанул. Никаких подарков мне не оставил и ушел. Дедушка, что это за херня? Почему ты мне вытяжку сломал? Ну, надо исправлять эту ситуацию. Где мой Форт Мустан? Я тебе письма там писал. А ты мне что? Шел ты на херня в подарки, блядь. Я на херня. Подарю. Сукой. С Новым годом, блядь. С Новым счастьем, блядь. Ну, а как мне с ним еще разговаривать? Он мне вытяжку сломал Дед Мороз. Вот так вот. Вы просто посмотрите на этот идеальный вечер. Я лежу в кроватке. Буду сейчас смотреть классные фильмы. Танечка стоит на кухонке и готовит вкусную еду. Что может быть лучше? Приготовила Таня пасту, но что случилось? Бля, я ее пересолила. Потому что я влюбилась. В кому? В тебя. А до этого ты не влюбилась? Влюбилась. Я заново в тебя влюбляюсь каждый день. Какая ты смешная, бываешь. Ты волнуешься? Да. Как говорится, будем делать пробу Таниной пасты, которую она сделала. Но пахнет неплохо. Че ты так смотришь? А, ну я вижу твоя лицо. Вкусное получилось, очень. Я вижу твоё лицо. Ну что, берем интервью у самого лучшего повара на сегодняшний день, у Татьяны. Расскажите, как вам, собственно, паста, которую вы сейчас кушаете. Нормальная. Понравилась? Да. Я же говорил, очень вкусно. Ты готовишь. Знаешь, почему повар на сегодняшний день? Почему? Потому что больше ничего не ел. Танечка у меня дома. Все прекрасно у нас в жизни. Ну что ж, пора подвести итоги 2019 года. Этот год для меня был максимально переломным в моей жизни. Я много чего понял. И самое важное, когда ты что-то теряешь, и у тебя наступает черная полоса, чуть-чуть нужно потерпеть, подождать. И взамен ты найдешь что-то намного лучшее. И это тебя будет побуждать к новым действиям, к новому творчеству. Не хочу вам обещать, что я сделаю то, я сделаю все. Обещаниями ничего не исправить, я так понял. И нужно действовать и уже вам показывать, что я вот смог то сделать все. А ныть на камеру и говорить, ой, у меня в этом году было так все плохо. Нет. Этот год у меня будет максимально кайфовым. Прошлый тоже был хороший. Все плохие моменты я всегда упускаю и стараюсь о них забывать. Зачем думать о плохом? Мы молоды, мы кайфуем, мы гуляем. Единственное, что хочу вам пообещать, что контента будет больше на моем канале. Я серьезно в этом году хочу взяться снова за YouTube. Гулянки гулянками. Я заметил, когда 7 дней я не мог выкладывать видео на свой канал, мне абсолютно нечего было делать. Я ловлю кайф от монтажа, от съемки. YouTube стал для меня частью жизни. Я в монтаж вкладываю не только старания, но и частичку своей души. Может быть поэтому некоторые люди и говорят, Андрей, спасибо тебе за такие душевные влоги. Всех с праздниками. Всем счастичка, здоровечка. Ну а с вами был ваш Андрей. Увидимся в моем новом видео совсем скоро. Всем пока! Догоняя метро, пакелы готовы. Прячь по карманам свой телефон. Музыка под одежду. Разрывает поле, забирает дух. Что не понимаем, кто мы. Заполняем место. Места хватит много. Всем, кто шатался. Третий день дороги. Если бы все это вы видели за сцены. Боже, спасибо за это исключение. Ты ж толкает со всех ног. С теми, кто меня зовет. В этом мире никогда Не останусь один. Ты ж толкает со всех ног. С теми, кто меня зовет. В этом мире никогда Не останусь один.